Доброго времени суток! Приступим к разбору даташита на чарджер BQ24780S. Как заявляет производитель на самой первой странице даташита, данный чарджер является промышленным инновационным контроллером заряда с гибридным режимом повышения мощности, что звучит очень хорошо. Самое что интересное, это низкая скорость переключения, то есть в режим буста мы переключаемся всего лишь за 150 микросекунд. Также у нас гибридный режим повышения напряжения 4,5-24 вольта, и можем заряжать от 1 до 4 секционной батареи таким же напряжением. Используется протокол PROC-HOD, это сигнальная линия процессора, которая сигнализирует о перекриве какого-либо элемента и инициализирует запуск троттлинга. Также мы имеем автоматический выбор источника питания, либо блок питания, либо батарею. Время переключения составляет 100 микросекунд. У нас программируемый входной ток, напряжение заряда, ограничение тока и разряда. Ниже указаны погрешности. Плюс-минус 0,4% для напряжения с шагом 16 мВ, и плюс-минус 2% для входного тока, тока заряда и тока разряда, с соответствующими погрешностями. МА 128, 64, 512. Также данный чарджер позволяет мониторить наличие батареи, контроль заряда батареи, компенсационный контур он имеет, а также БТСТ диод. Частота генерации шим-сигнала составляет 600 кГц, 800 кГц и доходит до 1 МГц. В режиме стендбай, покое, данный чарджер потребляет всего лишь 0,65 мА. В принципе, экономично. И ключевой момент, что этот чарджер управляется и общается по шине SMBUS. В дата-шите у нас имеется полный пинаут на данный чарджер. Это не может не радовать, это очень хорошо помогает при ремонте. Рассмотрим назначение каждого вывода отдельно. Обращаю ваше внимание, что некоторые выводы здесь пересекаются, и понимание назначения одного не может быть без понимания назначения другого. Приступим. Первый вывод АЦН – это отрицательный вход токового шунта, и АЦП – это положительный вход с токового шунта. Почему есть отрицательный и положительный, мы рассмотрим немножко ниже в структурной схеме. Третий вывод. CMSRC. Он определяет наличие открытого состояния транзистора Q1. Также он обозначается АЦФЕТ. Обратимся к типовой схеме включения, и можем сразу понять, что наличие напряжения на CMSRC будет только в том случае, если транзистор Q1 у нас будет открыт. А транзистор Q1 у нас будет открыт только тогда, когда на выводе АЦДРВ появится, соответственно, положительное напряжение. Переходим к четвертому выводу – АЦДРВ. Это выходной сигнал для управления транзистора Q1, который также называется АЦФЕТ, и обратным блокирующим N-канальным транзистором Q2, который называется РБФЕТ. Q2 и Q1. Они оба управляются напряжением с вывода АЦДРВ через резистор номиналом 402 кОм. Следующий вывод номер 5 – АЦОК. Это вывод с открытым стоком. Теперь обратимся немножко к структурной схеме. Как видим, этот вывод у нас имеет подключение к стоку полевого транзистора. И, соответственно, у него два состояния. Когда данный транзистор открыт, сопротивление на этом выводе стремится к нулю. И, соответственно, резистор подтяжки, который установлен у нас к напряжению ВЦЦ или любому другому, не обеспечивает наличие напряжения на выводе АЦОК. Если у нас этот транзистор закрыт, то, соответственно, сопротивление перехода у нас стремится к бесконечности. И на выводе АЦОК появляется постоянная составляющая от резистора подтяжки. Итак, подходим к шестому выводу – АЦДЭТ. Этот вывод нам позволяет определить наличие подключенного адаптера того же блока питания. И теперь, понимая назначение этого вывода, мы сможем разобрать вот эту иностранную абракадабру, которая написана в скобочках, и понять, как работает в структурной схеме вот этот данный узел. Напряжение ВЦЦ, 28-й вывод. Я думаю, и так прекрасно понятно, что это. Это напряжение питания данного чарджера. Напряжение АЦДЭТ мы с вами только что определили. Это напряжение наличия подключенного блока питания. Согласно типовой схеме включения, оно формируется с помощью резистивного делителя от самового напряжения адаптера. Верхнее плечо 866 кОм, нижнее 133 кОм. Берем калькулятор резистивного делителя, вбиваем наши данные и получаем, что формируемое напряжение является 2,6 В. На выводе АЦДЭТ при наличии адаптера 20 В у нас формируется 2,6 В. Запомним это. Итак, в данном узле у нас используются 4 компаратора. Что такое компаратор? Это устройство, которое сравнивает 2 аналоговых сигнала, то бишь 2 напряжения. Если напряжение на неинвертирующем входе компаратора выше, чем на неинвертирующем, то на выходе у нас с вами устанавливается логический высокий уровень. В противном случае низкий логический уровень. Итак, рассмотрим работу первого компаратора. Напряжение ВЦЦ у нас с вами априори выше, чем 3,2 В. Соответственно, на выходе у нас с вами будет нулевой логический уровень, низкий. Но он подключен на инвертирующий вход логического элемента. Запомним это. Второй компаратор у нас с вами сравнивает напряжение АЦДЭТ 2,6 В с 0,6 В. Соответственно, условие обратное. 2,6 выше, чем 0,6. На выходе высокий логический уровень. То есть сигнал ВАЙКАП. Соответственно, логический элемент у нас отрабатывает и поднимает напряжение Н-реган. Высокий логический уровень. Параллельно с этим напряжение ВЦЦ и АЦДЭТ поступают на третий и четвертый компаратор. Смотрим. Напряжение ВЦЦ у нас с вами ниже, чем 26 В. Соответственно, на выходе третьего компаратора низкий логический уровень. Но он опять также подключен к инвертирующему входу логического элемента. На четвертом компараторе у нас сравнивается напряжение АЦДЭТ 2,6 В с напряжением 2,4 В. Соответственно, высокий логический уровень. И этот логический элемент отрабатывает и формирует напряжение высокого уровня АЦДЭТ, которое поступает на следующий логический элемент. Разобрались. Теперь этот узел. Высокий логический уровень. Высокий логический уровень. Сигнал ВЦЦ-СРН. На данный момент нам нужно только знать, что он также формируется компаратором. Сравниваем напряжение ВЦЦ с напряжением СРН плюс 275 мВ. Но в любом случае, для завершения логики данного узла, нам надо понимать, что напряжение ВЦЦ выше, чем СРН плюс 275 мВ. Соответственно, здесь тоже логический уровень высокий. Формируется напряжение, которое через линию задержки поступает на инвертор. И, соответственно, на полевой транзистор, который, в свою очередь, открывает или закрывает вывод АЦОК. Почему инвертор? Потому что здесь у нас логический уровень высокий. Если бы инвертор не стоял, то АЦОК работал бы в обратном режиме. Высокий логический уровень. Транзистор открывается, АЦОК падает в ноль. Чтобы все это поменять, стоит инвертор. Высокий логический уровень. На выходе ноль. АЦОК с помощью резистора подтяжки формирует высокое логический уровень. Высокое напряжение. В обратном случае, здесь низкий логический уровень. На выходе инвертора высокий логический уровень. Транзистор открыт. АЦОК подтянут к минусу. Может возник тут логический вопрос Для чего же настолько трудная схема с четырьмя компараторами со сравнением напряжения А это все устройство защиты Устройство защиты от того, чтобы напряжение ВЦЦ не проседало ниже 3,2 вольт Чтобы напряжение АЦДетект было на том уровне, на котором надо Потому что благодаря теперь, как мы разобрали работу четвертого компаратора Мы с вами понимаем, что если напряжение АЦДет у нас просядет ниже 2,4 вольт Соответственно, на выводе АЦОК не будет сформирован высокий логический уровень с помощью резистора подтяжки И дальнейшая работа чарджера будет уже построена без этого Почему напряжение на выводе АЦДетект может быть меньше 2,4 вольт Но если не брать специфическое повреждение резисторов резистирного делителя Например, у нас просто неисправен сам адаптер И вместо своих положенных 20 вольт он начал выдавать 15 Соответственно, если в калькуляторе мы входное напряжение сформируем 15 вольт То на выходе у нас с вами будет 1,97 вольта Что не позволит работать данному узлу чарджера И на выводе АЦОК будет логический 0 Отлично, это мы рассмотрели То, что написано вот здесь, иностранная бракадабра Я только что это рассказал Идем дальше, седьмой вывод ИАДП Буферизированный выходной ток адаптера Видим, что он может устанавливаться в пределах 20 и 40 Это коэффициент усиления, который определяется с помощью SMBUS шины Высчитывается по формуле 20 или 40, в зависимости от того, что выбрала шина На напряжение разницы между АЦП и АЦН В самом начале мы с вами определяли, что АЦП Это у нас с вами положительный вход стокового датчика АЦН отрицательный вход стокового датчика Токовый датчик на данном типовой схеме включения Обозначается РАЦ 10 милиум Его вход поступает на АЦП Выход на АЦН Согласно структурной схеме АЦП-АЦН у нас поступает на операционный усилитель С переменным коэффициентом усиления Который определяется SMBUS шиной С выхода этого операционного усилителя У нас формируется как раз таки и АДП через буфер И далее этот сигнал Согласно структурной схеме подключения Поступает к нужному узлу Далее, восьмой вывод ID CHG Чтобы нам понять, что это такое Нам нужно ввести понятие, что такое СРН и что такое СРП Обратимся к типовой схеме включения СРП и СРН Это выводы с токового шунта Который отвечает за зарядку аккумуляторной батареи Соответственно, 20 и 19 вывод Это у нас 19 отрицательный вход датчика токового шунта И 20 положительный вход датчика токового шунта Они запараллели на данный операционный усилитель И через буфер выходят на как раз таки восьмой вывод Согласно даташиту, опять же, по шине SMBAS Можно устанавливать Кратность от 8 до 16 И общее напряжение на этом выводе Будет рассчитываться по вот такой следующей формуле Идем далее Девятый вывод Вывод PIMUN Это буфернизированная общая мощность системы Выходной ток пропорциональный общей мощности адаптера и аккумулятора Соотношение, соответственно, выбирается через шину SMBAS Согласно структурной схеме У нас с вами установлены сумматоры Которые учитывают напряжение ВСЦ АЦП, АЦН Напряжение батареи И РСН, СПР Вывод PIMUN И восьмой вывод ID, CHG Они являются не то чтобы результирующими А показательными относительно работы самого чарджера И поступают в дальнейшее головное устройство Так, идем дальше Десятый вывод PROC HOT Это протокол для работы с самим процессором Который обобщает данные с разных датчиков Включая и токовые датчики Если он видит, например, перегрузку по току То есть процессор начинает Система сама ноутбуча начинает Потреблять больше, чем положено Он дает команду CPU PROC HOT В связи с чем включается троттлинг Соответственно, можно получить даже такой эффект И качели То есть нагрузка увеличивает Какое-то жрущее сильно приложение Процессор начинает троттлить Нагрузка падает PROC HOT снимается И так заново по кругу Ниже При чарджерах присутствует одноименный СМБАС интерфейс Который формирует порядка 11 сигналов Они участвуют в работе ПВМ драйвера логики А также для данного участка схемы Данный участок схемы построен на базе Шести операционных усилителей Он получает данные от токового шунта Блока питания От токового шунта Зарядки аккумулятора С 21-го вывода Или о нем поговорим чуть позже На неинвертирующие Инвертирующие входы Подаются как раз таки сигналы Которые образует СМБАС интерфейс Через диодный сумматор Они поступают на компенсатор Третьего типа Который выходит на Неинвертирующий вход Операционного усилителя На инвертирующий вход Которого Поступает Сигнал Пилообразной формы От одноименного генератора На выходе у нас формируется Некоторый сигнал ПВМ Который опять таки Регулирует работа ПВМ драйвера логики Так 13-й и 14-й вывод Это ЦМПИН И ЦМАУТ Сразу посмотрим Типовую схему включения Здесь они не задействованы На структурной схеме Мы понимаем Что это отдельный компаратор ЦМПИН Это его Инвертирующий вход ЦМАУТ Это выход с открытым Стоком А ИРФ ЦМП К сожалению Здесь отсылки Я к нему не нашел Но так как В Даташите написано Что она устанавливается С помощью шины СМБАС То скорее всего Здесь просто не указан Дополнительный сигнал А ИРФ ЦМП Который устанавливает Порог срабатывания Данного компаратора Итак Следующая наша номинация Это 15-й вывод Который называется Батпресс Данный вывод Является входящим Для чарджера И информирует чарджера О том Что присутствует Низкий заряд батареи Также здесь Если дальше Разбираться По Даташиту Низкий уровень Этого сигнала Указывает на то Что батарея Присутствует То есть он по умолчанию Опять же Низкого логического уровня Высокий На ее отсутствие Устройство Включает Ацифет Ирбофет Это Q1 и Q2 Кто помнит Из типовой схемы Включения В течение 100 Микросекунд Если вывод Батпресс Стал Высокого логического Уровня Ну в принципе Это все понятно Вывод 16 Тибистарт Данный вывод Опять же является Выводом С открытым стоком Он служит Индикацией режима Гибридного повышения Мощности Он равен Точнее он находится В Низком логическом уровне Когда у нас Микросхема Данный чарджер Находится в режиме Буст В противном случае Он имеет Высокий логический уровень Но опять же Просто у нас Снимается Затвора Необходимое напряжение И данный транзистор У нас Закрывается И 16 Вывод Грубо говоря Остается В воздухе Только с подтяжкой Резистора Какому-либо Напряжению Так Теперь обратимся К 18 Выводу Бат ДРВ Данный вывод У нас Управляет Затвором Н-канального Полевого транзистора Так называемого Батфета Который на типовой Схеме включения Обозначается Как Q3 Q3 Батфет Служит он для того Чтобы Запитать Системную плату От аккумуляторной Батареи То бишь При необходимости Например Отсутствие у нас Зарядного устройства Напряжение И сила тока На плату У нас будет поступать Через Q3 От аккумуляторной батареи Через Такосъемный Как раз таки Резистор Ключевой момент Который написан У нас В дата шите То что напряжение На затворе Этого транзистора Выше Чем напряжение На его Истоке В соответствии Со структурной схемой У нас имеется Дополнительный Модуль Так сказать Логика Селекторная логика Которая управляет Бат СРЦ И Бат ДРВ Соответственно Дополнительной Есть здесь Вольт добавка Чтобы этот транзистор Открывался С минимальным сопротивлением Н-канального перехода Итак Идем дальше 19-20 выводы СРН И СРП Соответственно Можно сразу Открыть Типовую схему Включения Понимаем Что эти выводы Идут Стокового шунта Который отвечает За работу Чарджера От аккумуляторной Батареи И за зарядку Аккумуляторной Батареи Ключевой момент Только тот Что по выводу По напряжению На выводе СРН У нас определяется Общее напряжение Заряда ИЛИМ 21 вывод О котором Мы сейчас Говорим Задействован В блоке Состоящем Из 6 операционных Усилителей Диодного сумматора Про который Мы говорили Немножко выше То есть Видим Что напряжение На выводе ИЛИМ Будет Задействовано В двух Из 6 операционных Усилителей Один из которых Получает сигнал С 8 вывода А второй Получает данные С токовых датчиков Резистора РАЦ Токового шунта Который у нас Используется Для контроля Нагрузки Силы тока От адаптера Далее Немножко перескочим И рассмотрим Сразу 24 вывод Реган Как и водится Практически Во всех ШИМ контроллерах В том числе И чарджерах Имеется Свой ЛДО В данном случае Это 24 вывод Реган ЛДО Который из напряжения ВЦЦ Формирует Напряжение 6 вольт Запуск Осуществляется Сигналом Энэйбл Реган Энэйбл Реган Насколько мы с вами Помним Осуществляет А формируется Точнее На данном Логическом элементе Который Использует Напряжение АЦД И напряжение ВЦЦ Итак Все наверное Как и я уже устали Поэтому подходим Наконец таки К завершению 23 вывод ЛОУ ДРВ И 26 вывод ХАЙ ДРВ Эти выводы Управляют Двумя полевыми Н-канальными транзисторами Которые Получая ШИМ сигнал От нашего Чарджера Формируют То что Необходимо Аккумулятору Для зарядки Кю 4 Управляет Сигналом ХАЙ ДРВ От Плюса Источника питания А Кю 5 Это нижнее плечо В данной схеме Обычного Грубо говоря Типового ШИМ Контроллера После дросселя Напряжение Через токосъемный Резистор Поступает Напрямую В аккумуляторную Батарею И соответственно 27 вывод Это Вывод Фазы И крайний вывод Который рассмотрим Это 25 БТСТ Некоторые Его почему-то Называют Обратной связью Но это не является Таковым Вывод БТСТ Нам необходим Для того Чтобы на Затворе верхнего Плеча Создать Дополнительное Напряжение Плюсом Которому Является То напряжение Которое Формирует ШИМ контроллер Для того Чтобы транзистор Открывался Полностью И сопротивление Н-канального Перехода Было Минимальным